В Карагандинской области жители поселка Ахчетау уже несколько лет испытывают проблемы с водой. Ее запасов в единственной скважине не хватает и воду им приходится возить из соседнего поселка, который находится в 35 километрах от них. Появится ли вода в домах сельчан в этом году узнавала Марина Золотарева. Здесь на поселковом месте встречи, пополняя запасы воды, люди делятся последними новостями. Кенец Шабаков Ахчетау родился. Он помнит времена, когда в поселке было центральное водоснабжение. А теперь здесь только один источник воды, причем сомнительного качества. И то вот эта жиловая скважина, она считается технической. Она каждым годом солью, металл всякий появляется. Очень толстый, чайник где-то через месяц он где-то килограмм, килограмм, наверное, добавляет. Владельцы автомобилей запас воды на несколько дней могут сделать за один рейс. А у кого машины нет, используют санки. После снегопада дорогу к источнику сначала нужно расчистить. Вот так жители доставляют воду зимой. Суточный запас для семьи из трех человек 40 литров. Чтобы обеспечить водой себя и домашних животных, нужно сделать как минимум пару таких ходок. В единственной скважине максимальный объем 25 кубометров. Однако ежедневная потребность жителей в два раза больше. Поэтому второй резервуар заполняют водой из Акжала. Он расположен в 30 километрах от Акчетау. Привозной воды хватает на полтора месяца. Своих месторождений в поселке нет. Мы решили с населением как. Они предложили, давайте возле действующей скважины, рядом пробурить еще одну скважину, не менее 100 метров. Возможно, вода выйдет. Район Аким пошел на встречу, то есть с населением переговорили, выделил денежные средства. И 105 метров пробурили. Но вообще воды не вышла. Раньше в Акчетау был проложен 35-километровый водопровод. В 90-е он был разрушен. Строительство нового по самым скромным подсчетам обойдется в 2,5 миллиарда тенге. Для поселка, где не живет и тысячи человек, этот проект нерентабельный, говорят чиновники. А потому в ближайшем будущем воду в домах Акчетаусов не проведут.